У Захарова что случилось? Через неделю уйдите. Сэма не вернули. Я и Сэм отличная пара. Не знаю, не знаю. Вопрос спорный. Все, Оксан, давай больше не подруги, а лучше. Раз так, это будет тяжело, но ничего, я справлюсь. Мы с Сэмом не общаемся и не общались. Я вас люблю. Сук таких. С Сэмом нормально. Сейчас покажу. А что в смысле? Да там моих шмоток уже не осталось, а то барахло, которое осталось, можете его поразбирать. И повыкидывать как бы, да? А я все главное вчера забрала. Да нет, не спят. Они где-то гуляют. Спасибо. Это не линзы. Начало быть сложной. Красота в простоте. Спасибо взаимно. Ну, если вы смотрели эфиры, но Сэм ушел за непоретное поведение налобным. Что самая ценная там оставила вас? Так я вас звала сюда. Кто пришел? Так я же говорю, я вас звала сюда. А я не неряшка. У меня всегда все четкое по полочкам. Горина? Нет, она не выиграла. Неопрятный видок. Нахуй. Нахуй. Скрыть прямой эфир. Скрыть. Вот и все. Кто-нибудь еще хочет меня послать? Сейчас присматриваю жертву. Да здесь никого нет. Мне нужен, я даже не знаю, такой, как как то. Как Мартинчик и Глеб. Хотела, чтобы было, как у Сэма. Ну, так главное, что я тебя позвалась. Я с Сэмом не общаюсь. Мне никто не нравится. Сэм наканчивал тебя на лицо. Да не только на лицо, и на грудь еще. Ко мне еще никто не приходит. Я не знаю, каким нужно быть отстрелом, чтобы ко мне прийти. но тем не менее. С кем приятнее всего общаться из женской спальни? Не знаю, я со всеми одинаково общаюсь. А ты по религиозным соображениям? Нет, не верю. Завтра на лобном кого оставить из девушек новеньких. Ты оденешься? Не знаю. Привет. Гобозова нет на проекте, Настя с Глебом. Не, у меня свои ресницы. Я никогда не наращивала. Сэма хомутала. Просто взяла, говорю, пошли. Вообще не ебет. Привет. А почему я сначала не понравилась? Интересно. Мне 23 года. Повезло Сэму. Сэму очень повезло. Как у Сэма там, Алёна, с твоих приходов два-два раз все, просто побольше тебя на эфирах. Спасибо. Не новенькие пришли, они просто пришли. Но потом из-за моей ситуации с Сэмом у них немножко к нему отношение поменялось. Привет. Передаю привет Юле и Вике. Уверена, что если вы смотрите мой эфир, то вы классные девчонки. Поэтому привет. Хочу тебя, малыха. Кто меня не хочет? Я не знаю, надолго или нет, я не планирую, потому что если я буду планировать, потом планы будут не сбываться, я буду расстраиваться, а оно мне нужно. Так, ладно. Сэму походу так и надо брать. Я не знаю, чем Сэму нужно было зацепить, чтобы у нас, ой, чтобы у него с кем-то были отношения. но если касаемо секса, то только так, видимо. Любимый фильм Реинкарнация. Мне нравится Сэвен. Потом там что-то про птичек было. Тихое место, по-моему. Что, у Яны с Давой? Спросите, у Яны его Давы. не знаю. Спасибо большое. Сэма не вернули и не вернут. Ты, оказываешься, прикольная девушка. А чем я прикольная девушка? Так. Привет, самой красивой девушке. Спасибо за то, что замечаешь моим видео. Мне приятно, что создали мой фан-аккаунт. Очень приятно. И приятно, что делаете у меня нарезку из видео. Мне очень это нравится. За что саму выгнали? Скажи привет, Роза. Роза, передаю тебе привет. Привет городу Балхаш. Саму выгнали за некорректное поведение налобно. Все. Маша Давидова он поехал, а он приехал сюда, но мы не увиделись. Привет, Астрахань. Алена, ты классная с юмором, не слушай завистников. Такая вайбовая. Спасибо. Спасибо, я все-таки надеюсь, что у меня много единомышленников. И я прошла очень большой путь, чтобы себя ни с кем не сравнивать и оставаться собой. Мне кажется, у меня это получается. Маша Давидова тоже всех раздражает на самом деле. На самом деле. Спокойной ночи, Оксан. Я тоже. Это мои подруги лучшие. Маша не говорила. Ну, кстати, может, и не говорила, потому что мы с ней хорошо общаемся. Но, тем не менее, на голосовании не знаю, на самом деле, буду я голосовать против нее или нет. Просто Саши нет на проекте. И сложно. А Шимбаева привет. Кто ушел из девочек? Еще никто из девочек не ушел. Надеюсь, что найдешь классного парня. Я тоже на это искренне надеюсь. Но пока ко мне никто не пришел. И мне некого сюда позвать. бывший есть один. Но я не хочу его сюда звать, потому что сложные были отношения. И не знаю, как будет здесь на проекте. В рамках проекта строится наша любовь. Сладкий давай хвост пистолетом хвост Хвост всегда пистолетом. Раньше были времена, теперь мгновения. Красные точки на лице. Это проще, девочка моя. Ты наверное с этим не сталкивалась. Я сейчас маску уберу. Где тут можно убрать маску и покажу какое мое лицо. А тут нельзя а можно. Вот. Это из-за сладкого. Я люблю сладкое. Не надо в прошлое Алена. Вот и я думаю насчет этого. Я просто не знаю. Но мне скучно с одной стороны. Никто не может маску сейчас найду. Нет. короче мне скучно и никто не может дать мне этих эмоций которые я хочу а с бывшим они были. Меня не показывают потому что я не в паре потому что я не всегда хочу обсуждать другие темы и потому что я не всегда люблю давать совет. Я привыкла давать совет когда у меня этого просят. Проведи кастинг ко мне многие захотят не знаю но я сегодня бывшему написала привет мы с ним общались с Юля я с ним рассталась и сразу пошла на дом 2 ну блин там такая история в общем мы встречались 9 месяцев когда мы встречались полгода я узнала что у него есть другая девушка с которой он 6 лет вместе а я к нему домой не ходила якобы по той причине что его там разыскивают долгая история и потом я ее в черный заносила мы втроем разговаривали но это такая грязь такое дерьмо я с ним рассталась из-за того что он не переставал с ней общаться а меня это раздражало спокойной ночи спасибо за глаза но без маски мне некомфортно то что у меня повысыпало навела кипиш и сегодня в эфире да я жестко отомстила Глебу на самом деле Глеб очень хороший человек и я к нему по-прежнему хорошо отношусь но тот факт что он в ту ночь переспал с Настей меня очень сильно вывел из себя поскольку я искренне к нему относилась Захарова нормально отнеслась чтобы переспала с Сэмом да потому что у нее нет чувств к Сэму предавали близкие да предавали а не стремно если он придет то только ради проекта он ради проекта сюда не придет он придет ради меня потому что у него все замечательно просто сейчас с работой я бы не сказала что он в чем-то нуждается и он не медийная личность но когда я у подруги спрашивала я с ним не общаюсь а у подруги она с ним общается я у подруги спрашивала придет ли он сюда он сказал пусть Алена зовет спасибо большое так он с этой девушкой сейчас я не знаю но на тот момент когда мы расставались он вынес ее из черного когда я заносила в черный и он сказал я не буду ее заносить мы 6 лет провстречались и она не чужой мне человек я говорю так а зачем было соглашаться на то чтобы я ее заносила а там общение не знаю я всю переписку не читала и вообще я за то чтобы парень не трогал мой телефон я не трогала телефон выходила что он полился не знаю общается или нет спасибо я тоже надеюсь что останусь надолго Женя мне подходит не знаю у меня айфон седьмой ой седьмой XR десятый нет у меня не линзы это мои глаза ты простишь измену не знаю ну Глебу не простила ну как я могу простить но потом быть человеком с этим дальше или нет это сложный вопрос поскольку бывший получается мне все полгода изменял я не знала как узнала я потом с ним еще встречалась ну и я изменяла в этих отношениях конечно же не без этого Коли Бузовой да нейтрально молодец баба Ромашов подходит он с Крис вообще себя потерял а я не знаю просто каким он был до Крис на самом деле я его не рассматривала как парня Ромашов ни о чем Виталика и Влада за что выгнали не могу сказать доброй ночи Сэма выгнали да как Глеб отреагировал на новость про вас Сэма Глеб был в шоке он был в таком шоке но он меня не осуждает потому что сам натворил делов и все друг друга поняли мы с ним сейчас общаемся подъебываем друг друга бывает но не более он с Настей и может у них кстати наладится отношение но я не верю как относится к ситуации Дова и Сэм в лоб но я считаю Дова бывает некомпетентен с участниками нет здесь Сэм не прав потому что свои эмоции нужно уметь контролировать извиняла большему чтобы отомстить да потому что я всегда изначально доверяю я всегда в отношениях изначально просто не доебаться ну так и есть но стоит мне перейти дорогу насолить либо как-то меня обидеть и чтобы избавиться от этих негативных эмоций я делаю то же самое клинклина Глеб и Настя вместе да хочу советовать тебя как быть если любишь а парень то с тобой это не общается просто заблокировать везде заблокировать и может быть отвлечься освоив какое-то новое хобби или читать много читать кстати это нормально прям помогает прямой эфир да а ну дай не слышат а что только мало здрасте что за фильтр глупый убираем фильтр всем привет меня зовут Артур Николайчук а что ты хочешь сейчас а я в наушнике Артур колхозник так я в том что музыка играет в общем-то я тоже хотел с вами поделиться вообще поведением Алены в принципе на телепроекте Дом 2 потому что вы мало что знаете мало в эфиры вставляют нормальное поведение короче давай я буду тебе брать мини-интервью и будем своим подписчикам уже как бы ты будешь рассказывать что происходит давай они думают что ты такая хорошая да господи свалидай Алену нет я не уйду пока мы не разберемся когда Ярмка начнет собирать на кастинге нормальных парней вы же офигели что значит офигительных парней Натька выбирает самых лучших парней поэтому здесь здесь о хорошая спасибо большое поэтому продолжаем итак Алена как вы докатились до такой жизни до какой жизни ну вот такой вот мышцыки светский стол вот эта вся история ну а что не так я вправе выбирать то есть вы считаете это нормальным менять мужиков каждую неделю почему каждую неделю но как это мне понравился я с ним пообщалась сначала Мартинчик да но с Мартинчик заселились думали себе любовь морковь нет да нет а потом оп и Саймон здравствуйте пожалуйста так Глеб же был а Глеб еще был видите даже я некоторых вещей не знаю молодец в Швеции стол так и надо ааа то есть вы тоже такого мнения да Алена ну мне стыдно а мне нет так подожди прочитай не ну ты прикольная но я больше тебя вижу с Полиной чем с Гориной но вы все крутые счастье вам какой Полина я с ней вообще не общаюсь ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на меня колхозник с двумя х всех люблю целую всем пока а че ты пришел сюда а кто там на кухне а? а кто там на кухне на кухне кто? да этот самый барбер и новенькая аа ладно так вот не подпишусь свалил да он уже свалил это этот ну Артур может знаете его я его не знаю вообще что за тип сюда пришел ворвался что у Глеба и Крис у меня все хорошо вроде я с ними не очень близко общаюсь с Полиной но вы через неделю увидите что у нас с Полиной она нормальная вроде бы баба как проходил кастинг я просто рассказала о своей жизни меня взяли потому что у меня жизнь это похлеще дом 2 как Давидова себя строит тошно смотреть не знаю не могу понять верет она или нет но когда она ссорится с Сашей то она улыбается а когда а когда когда поссорилась то у нее какие-то эти болезни ну реально на нервные почвы выскакивают и ты думаешь да вряд ли она наигранное это все делает не знаю через неделю увидите кто выиграл сешила книжки интеллект и самооценку это разные вещи и разные книги но про самооценку могу сказать Нику Набокову обязательно почитайте кого там еще 7 шагов к стабильной самооценке тоже классная книга Нику Набокову там много книг и все классные ну для начала так я не была вообще ни на каких передачах абсолютно ни на каких я сюда просто так попала даже не через постель да что удивительно хотя могла бы Катя очень счастлива да так красивые глаза спасибо такое чувство что Маша хочет чтобы Саша ей втащил да может и хочет может у них отношения такие все мы люди понимаете не без этого как бы но это тоже эмоции тоже страсть на секундочку тогда не знаю что она хочет но у них есть чувства друг к другу Давыдову и тетю Наташу домой пора честно бесят Настя ее голос пешклевый но вот честно как есть тогда будем пример взять такая тружная ты то что тружная да но я решила вообще ничего не скрывать потому что все рано или поздно узнается ни про родителей не скрываю ни про отношения с ним это фильтр понимаете то есть ты рассказываешь про себя и смотришь на реакцию людей я так короче я устала все всем пока я так начала общаться с другими людьми классно да короче суть в том что ты рассказываешь про себя и смотришь на реакцию людей и смотришь кто осуждает тебя кто не осуждает тебя соответственно делаешь выводы вот тушь луриаль там какая но моя любимая мэйбель она такая розовенькая габоза ушел так ей наверное полстраны хочет втащить наверное афган тут ты охуенная прям теперь из-за тебя только и смотрю импанируешь мне люблю целую пошла спать мне очень приятно это спишет вы почаще по мне в комментариях это пишите привет олег я не ну в смысле ушла с проекта в смысле мне 23 года многие тебя любят за это за то что ты настоящая спасибо конкурс выиграла мантаум в смысле пока стой да тут как с девочками общаешься нормально ну со всеми нормально нет такого знаете что прям кто-то меня ненавидел вот когда я только пришла да а сейчас нет уже насти унтерозвук она об этом знает она дельфин такой настя так пишет что у меня кошка орать начинает так нужно убавлять когда Настю показывают что с Янчиком Янчик в больнице не могу больше ничего сказать а вы говорите Насте что она неадекват полный конечно ей каждый это говорит и я и говорила но не в такой грубой форме но говорила и уже вся сторона это говорит ну понимаете пока человек сам не поймет толку что-то говорить она любит Глеба я не знаю что Глеб должен сотворить чтобы она перестала за ним бегать я не знаю что должно произойти чтобы она начала себя уважать подписчиков у меня мало нормально у меня подписчиков говно собачье да сам ушел окончательно и больше не вернется кем ты работала до проекта кем я только не работала и шлюхой и проституткой нет я работала в Гло система нагревания табака потом шмотки продавала до этого была менеджером в Яндекс такси до этого была оператором в другом такси помощником повара работала администратором работала ну там когда я еще в деревне жила не знаю яблоки собирала полола помидоры собирала клубнику раньше была за ее мать но Наташа меня стала пугать и взгляд из-под клубня ну она немножко странная своеобразная и закрытая очень она реально такая ну конечно да я инженер технолог Наташа бы с лицом что-то сделать и синяки под глазами да я думаю ей сделают операцию Настя просто дает без стопа Глебу да да она всю себя отдает Ольга Васильевна да на проекте да я же говорю красота в простоте я не голословлю чтобы потом не пришлось за это отвечать я говорю как есть с Мартинчиком допустим мы ничего друг другу не обещали если бы обещали то меня бы за это подтянули а так ушел и ушел я была очень неуверенная в себе и сейчас я не до конца в себе уверена если честно но ваши такие комментарии ваши сообщения очень поднимают самооценку если честно говорят Африкантова вернулась говорят да как Глеб как Глеб отреагировал на волшебство с ним Глеб в шоке был ему было обидно неприятно он не разговаривал день но на следующее утро мы с ним поговорили поражали с этого со всего он сказал что меня не осуждает и все да да Сэм в тот же вечер по-моему пошел рассказал Глебу привет нет я грудь не делала нудная девочка вот эта наверное о чем задумалась да той ситуации задумалась ну что Глеб переспал с Настей я переспала с Сэмом как это все было не очень хорошая история спасибо большое спасибо Сэм не бил никого нет это неправда ладно друзья друзья я пошла спать всех люблю обнимаю челую спокойной ночи пока там